Говоря об урожае текущего года, сразу хочется отметить небывалый размер берестейского каравая. Общий намолот превысил 1 миллион 450 тысяч тонн. И это, без сомнения, повод для гордости, тем более, что результат не случайность, а закономерный итог кропотливой работы ни одной тысячи человек. Конечно, в первую очередь это комбайнеры, механизаторы, водители и операторы сушимых установок. Однако, по уже сложившейся давней традиции, в уборочной принимают участие и представители других профессий, внося свой весомый вклад в общую копилку. По заголовному успеху, в первую очередь, конечно, это технологическая дисциплина. И люди, прекрасные люди, которые трудятся на наших полях, на животно-отческих фермах, на дворах и так далее. Потому что с такими людьми нам по силу все абсолютно. Я не раз говорил, что лучшие люди и старательные люди, как у нас на Брешине, я думаю, нет нигде ни в какой области. Поэтому я сегодня и с такой гордостью всегда говорю о наших людях. И сегодня я хотел бы просто сказать огромное-огромное спасибо всем, кто трудился на вот этот каравай. Соблюдение технологий, дисциплинированность и трудолюбие уже не первый год выводит Пружанский район в список лидеров уборочной страды. В этом году Пружанщина собрала урожай в 146 тысяч, то он пропустил вперед только Барановичский район. За последние семь лет шесть раз с областных дожинок они привозили награды. Не раз были отмечены и на республиканском уровне. Стабильно высокие результаты – признак настоящего мастерства Пружанских тружеников села. Действительно, получилась урожайность хорошая – 45,6. 146 тысяч тонн сейчас дотянем вместе с Гречихой и Просом до 147. Но это как бы начало нашей работы. Несмотря на то, что уже достаточно многое сделано на нашей земле, предстоит сделать не меньше. Я хочу поблагодарить всех тех, кто без выходных. Хочу сказать спасибо тем, кто практически, почти круглосуточно, не уходя, работал на полях. Вы знаете, мне приятно, что я работаю с вами в одном районе. Я вам скажу честно, и вами горжусь. Сами хлеборобы героями себя не считают и заметно волнуются из-за повышенного внимания. На рабочих местах, каким бы тяжелым ни был труд, они чувствуют себя гораздо увереннее и спокойнее, чем на сцене. Однако признаются, что такое отношение приятно и дает новый импульс работать еще плодотворнее. Стоит отметить и тот факт, что несмотря на соревновательный дух, который всегда царит на полях, труженики села – настоящий коллектив единомышленников, рачительных хозяев, людей, которые любят свою землю и умеют на ней работать. Я уже второй год работаю здесь. Сам я по профессии учитель, но во время отпуска помогаю колхозу. Знаете, как обычно, были трудности, всякого хватало. Просто лежит душа к технике, техникой увлекаюсь. Ну вот, решил денег заработать. Было везде, по разным работам поездил, но все-таки решил вернуться в свой родной колхоз. Устроился на зерносушильный комплекс ЗСК-80, решил попробовать, что это. Знаете, хоть и сложно, но мне понравилось, интересно. Работа идет, если коллектив слаженный, хорошо, ничего трудного нет. Совсем скоро на Брещене пройдет и главный областной праздник труда – Дожинки-2014 в Пинске. 6 сентября этот гостеприимный город будет рад принять и угостить короваям нового урожая не только героев жатвы, но и всех желающих. А потому тем, кто хочет поучаствовать в одном из самых красочных и ярких праздничных гуляний области, стоит внести в свой график поездку в город над Пиной на следующих выходных.